ЧЕГУ? ОПЯТЬ НОВЫЕ ИМБА? И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик уже с новой имбой, ребят. Спасибо вам всем за поддержку данной нагибаторской рубрики, спасибо вам за ту активность, которую вы показываете, и я вам рад сообщить, что я уже записываю новую часть, новую имбу, новое устройство, новая пушка, и всё у нас получается очень-таки круто, замечательно нагибаторски, поэтому, ребят, прожимаем лайкосик на данный ролик, и я уже записываю новую сразу же пушечку, новое устройство и показываю новую имбу прямо для вас в следующем ролике. Ну а сегодня мы будем тестировать смоку с очень интересным устройством, это устройство у нас называется автопушка, автоматизированный конвейер, заряживание в разы повышает скорострельность, обычные выстрелы теряют большую часть своей эффективности, зато критических попаданий становится намного больше. Короче, это просто нереальнейший пулемёт, я бы сказал, это просто твинс, не знаю, новый твинс, просто который жёстко нагибает, ты просто зажимаешь пробел, как на пулемёте, как на твинсе, и просто разваливаешь, это очень весёлое устройство, при том, что оно стоит, ну, мягко говоря, не очень-таки мало, конечно, но я бы вам тоже посоветовал его приобрести, многие ребята уже, конечно, показывали данное устройство, но я вам хотел бы показать данное устройство немного с другой стороны, как правильно его реализовать, в каких форматах более будет он нагибать, в каких он будет нагибать менее, ой, отличную карту нам как раз закидывает под данное устройство, что касаемо, ребят, больших карт, то данное устройство реально жёстко нагибает на более больших масштабных картах, сейчас вы в этом убедитесь, просто мне надо занять более чёткую позицию, и в этом плане будет у нас всё чётко. Что касаемо, ребяточки, именно маленьких карт, и карт, где есть больше всяких ограждений, не знаю, там, где мешаются вам противники, где у вас не получается вот так вот постоянно вот так брать и зажимать своего противника, там данное устройство менее эффективно и менее имеет вообще значение быть. То есть, если вы играете условно на маленькой карте, то лучше, конечно, данное устройство вам не использовать. Но если вы играете вот на таких больших нагибаторских картах, где можно вот реально просто взять и вот так вот зажимать, просто зажимаете, это очень весёлое устройство, реально, наверное, самое весёлое устройство после, конечно же, вулкана, которое я, в принципе, увидел, эта смока мне очень много тоже положительных эмоций принесла, всё-таки, ну, такое интересное очень устройство, которое, блин, превращает смоку, можно таки сказать, в твинсай, при этом за счёт того, что вы дамажите постоянно противника, если он, конечно, попадается вам в цель, постоянно у вас вылетают криты, даже вот если видите такое большое расстояние, криты выпадают очень-таки часто, и за счёт этого вы быстро уничтожаете своего противника. Но, как я уже и сказал, ребят, главный минус это того, если против вас играют игроки, которые постоянно прячутся от вас, они едут вот как, например, на таких больших картах, то данное устройство у вас нагибать жёстко не будет. Ну, а если вы играете на большой масштабной карте, вот как, например, я сейчас зашёл на шоссе, то здесь данное устройство, конечно, очень-таки жёстко сочетается, очень круто нагибает, и в этом плане, конечно, всё очень-таки круто нагибаторски. Что я хотел бы сказать сегодня ещё по данному устройству? Наверное, оно менее актуально во всяких демочках, потому что там больше будет игроков, которые будут у вас тырить фраги, при этом я бы, наверное, тоже не использовал бы данное устройство в режиме джиггернаута. Я бы сказал, что вот именно в двух данных режимах данное устройство будет менее эффективно, и, наверное, вот в CTF тоже оно очень тяжело реализуемое, а что касаемо TDM, что касаемо ASL, что касаемо регби даже того же, оно будет, и контроль и точек, конечно же, оно будет актуально больше в данных режимах, и больше иметь значение быть вообще, в принципе, у вас будет. Поэтому обязательно, если вы любите вот играть в данных режимах, любите играть в матчмейкинге, обязательно покупайте тоже данное устройство, тоже кайфуйте, тоже нагибайте, и у вас в этом плане тоже будет все четко, круто, нагибаторски. Также, ребят, я хотел бы сегодня сказать немножко пару слов, я хотел сначала записывать отдельный ролик, потому как у нас завтра уже будет понерфлено одно из самых имбовых устройств, которое ввели, разработчики наконец-таки додумались, что это устройство реально чересчур жестко сильно нагибает, и его стоит нерфить. Это, конечно же, устройство на пулемет, посмотрим, что с ним сделают. Вот, возможно-таки я запишу даже обзор этого устройства после того, как его занерфят, но, а так, отдельного ролика у нас по данному вообще обзору устройства не будет, вам оно понравилось, да и всем, в принципе, понравилось данное устройство, оно реально было очень крутое, и посмотрим, что из него сделают вообще. Либо же его сильно понерфят, либо же понерфят немножечко, но, как я и сказал, что оно будет нерфлено, но... Я не думал, что оно так быстро будет занерфлено, все-таки не так много еще игроков прикупили данное устройство, я бы не сказал, что оно прям так уж сильно прям жестко... Ну, понятное дело, что оно в какой-то степени имбовое, в какой-то степени оно выделяется, но я бы не сказал, что уж прям вот так, чтобы в катках были у нас, например, 8 пулеметов, вот такого, конечно, быть никогда не может, поэтому я бы уже не сказал, что так быстро надо нерфить данное устройство, еще даже многие игроки не успели его прикупить, А вы уже так быстро разработчики его нерфить Но сегодня не об этом Сегодня у нас вся эта речь идет о жесткой нагибаторской смоке Конечно, вот этот режим, который, можно таки сказать, дали данной пушке Данную физику, которая теперь просто жестко, быстро наносит колоссальный урон Вы сами видите по табу Как быстро у меня получается зарабатывать опыт на данной пушечке Очень круто получается Мне, конечно же, нравится играть на данном устройстве Поэтому я вам не могу не посоветовать его сегодня Также, ребят, не забывайте, что вы пишите в комментарии мне Какое устройство я должен тестировать следующее Возможно, оно какое-то интересное Возможно, оно нагибаторское Возможно, его надо просто проверить, потестить Нагибает ли оно вообще на самом деле или не нагибает оно Чтобы я потестил его сам Высказал свое мнение и рассказал вам Стоит ли его брать или не стоит его брать Поэтому по этому всему поводу, ребятки, пишем в комментарии Я ваши комментарии, конечно же, все читаю, лайкаю Поэтому обязательно пишите свое мнение Какое вы устройство хотите видеть в следующем Ну и, конечно, прожимаем лайкосик 50 лайков и новое устройство уже у нас будет на канале Прямо-таки завтра Ну, если, конечно, 50 лайков будет Ну, что касаемо данной каточки Наверное, здесь все очень легко Просто и нагибаторски нагибать таких игроков Которые имеют васпиков всяких На такой, конечно, смоки очень-таки круто И, конечно, я хотел еще сказать про то, что На данной смоке, так же само, как и на пулемете Имеется определенный баг Бывает крит по танку, который не имеет брони Вылетает то 800, то вылетает 600 Ой, вернее, то 800, то 1600 То есть, вот такой вот баг я встретил Не знаю, с чем он связан Либо же это баг просто с цифрами Либо же это баг именно-таки с работой Вообще с механикой данной пушки То, что она проявляет какой-то вот такой вот баг Но баг реально есть Если вы, ребят, его встречали То по этому поводу тоже отпишите в комментарии Потому что вот я реально встретил такой баг И был немножко-таки поражен То, что вот, например Вот видите, как сейчас по игроку А, нет, я был просто без ддшки Ладно, сейчас бага у нас не было Хотя вот такой вот баг бывает То, что вы как бы дамажите с дд туда-сюда И у вас вылетает 800 урона По тому игроку, который не имеет бронь То есть, ну, такой вот Небольшой-небольшой баг Но я думаю, что если же по нему вовремя Кому надо отписать То данный баг можно быстро-таки Нагибаторски пофиксить Ну, вот такой вот у нас Наверное, обзор небольшой Данного устройства Сейчас мы закончим данную катку Откроем еще пару Нагибаторских контейнеров Вчера мы открывали один недельный Сегодня откроем три простых контейнера Посмотрим, что нам сегодня выпадет с них Я, конечно же, буду надеяться Что что-то крутое мне выпадет Ну, так чисто для того, чтобы данный ролик Был более такой насыщенный Более нагибаторский Я все-таки данные контейнеры открою Что касаемо данной катки Как вы видите, ребят Смока реально нагибает Уже 355 опт Я на ней наколотил Это максимальное количество опыта В данном бою При этом то, что здесь играют и пулеметы Которые не могут заработать Большого количества опыта Для меня это, конечно Какой-то смех Я не понимаю, как можно на пулемете Еще при том на таком МБО Набивать меньше меня Именно таки Киллов И вообще, в принципе, опыта Но имеем то, что имеем Имеем то, что смока нагибает больше Либо же игрок плохо играет Либо же реально В данном бою Моя смока выглядит намного-таки эффективнее Чем данный пулеметик Поэтому я могу констатировать Что данное устройство реально является нагибаторским И реально, ребятки Покупайте его Нагибайте И у вас в этом плане все, конечно же Будет очень-таки круто и нагибаторски Ну, а мы переходим уже к открытию контейнеров На моем нагибаторском аккаунте Я уже заработал, как вы видите 568 звезд И надеюсь, что я уже в ближайшее время Буду заканчивать данные звезды Набью сначала 700 звезд На нашу нагибаторскую красочку Потом набью 900 звезд И получу этот жесткий Нагибаторский скин Который у нас называется Димони Димони, но я его называю, конечно же Димон Просто Димон Мне вот так больше Как бы нравится Ну и давайте откроем Контейнеры Как я уже сказал Три штучки Откроем прямо сейчас Первый у нас падает Три с половиной тысячи кристаллов Второй контейнер Открываем Падает у нас еще Три с половиной тысячи кристаллов И последний на сегодня И десять тысяч кристаллов Хорошие три контейнера Я прямо-таки сейчас открыл Плюсанул Семнадцать тысяч кристаллов И на этой прекрасной Жесткой нагибаторской ноте Мы будем заканчивать данный ролик Если он, ребятки, понравился Как я уже сказал Не знаю сколько раз Обязательно поставьте на него лайк Подпишитесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Также, ребята, нажимайте на колокольчик Чтоб не пропустить новый ролик Ну а у меня на этом все Спасибо, ребят, за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok